Сейчас обсуждают не только прогнозы стоимости валюты, но и что будет со ставками по вкладам и кредитам. Какие изменения грядут в сфере кредитования? Этой темой сегодня занималась моя коллега Юлия Афанасьева. Она сейчас в студии. Юлия, что ждать кредитам? Ждать красноярцам? Выгодно ли брать деньги под проценты? Ольга, ну, пожалуй, для вкладчиков сейчас хорошие новости, потому что еще с конца октября многие банки подняли ставки по вкладам. Да и декабрь, как говорят банкиры, это такой месяц, который целый год кормит. Поэтому банки борются за клиентов, чтобы привлечь пассивы, создавая различные акции и интересные условия для вкладчиков. Но здесь, опять же, как говорят финансисты, чем дороже деньги на рынке, тем дешевле они в вашем кармане. Ну, как всегда, есть оборотная сторона медали. К тому же, повышение ставок по вкладам, попрошу обратить внимание, и кредитам, это взаимосвязанные процессы. Но, проще говоря, с повышением ставок по вкладам кредиты даже для простого потребителя станут дороже. Общий фонд такой, что ставок, понижение ставок по кредитам, по крайней мере, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать. Давайте послушаем сейчас мнение финансового аналитика на этот счет. Ставки будут дорожать и по вкладам, и по кредитам. Банки делают очень аккуратненько, они так потихонечку, потихонечку, мягкость САП уже полгода поднимают. То есть там в один месяц на 0,3 подняли, в другом месяц на 0,4. То есть это так незаметно, как это бывало раньше иногда. Вот. И вот этот планомерный рост, он продолжается. Если смотреть, допустим, то за последний месяц ставки по вкладам подняли практически все банки. Особенно те, кто не входит в первые там, в топ-50. И по кредитам то же самое. То есть ставки и ипотека, и автокредит, и кредит наличным, все подорожало. Здесь отмечу, что Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%. А это значит автоматическое подорожание кредитов. Поскольку, напомню, ключевая ставка – это процентная ставка, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам. Она играет роль при установлении процентных ставок и оказывает влияние на уровень инфляции. Таким образом, это еще одно подтверждение, что ставки вряд ли понизятся. Хотя правительство и следит за тем, что происходит на этом рынке. И сейчас я предлагаю послушать еще одно мнение. Вкладом по кредитам будет, но незначительный. В любом случае он будет. А тем временем Владимир Путин призвал Министерство финансов накануне обратить внимание на ставки по кредитам. И порекомендовал правительству совместно с Центробанком следить, контролировать за этой ситуацией и не допустить спекуляции. Ну и вот на этом у меня пока все. Ольга. Редактор субтитров А.Семкин